Привет моим подписчикам и привет всем, кто смотрит мои видео. Сегодня в любом автомобильном магазине можно найти кучу небольших баночек, на каждой из которых производитель клянется в уникальности. На самом деле, подавляющее большинство этих баллончиков создано с помощью обыкновенными ингредиентами. Все, что содержится в многочисленных очищайтерах, клапанах, инжекторах, карбюраторах, антипригарах и прочих, давно уже изобретено нашими дедами и отцами. Просто сегодня, как и все удобно и красиво, продается с большой наценкой. А раньше ничего подобного не было. Советы бывалых автомобилистов и механиков передавались из уст в уста, а не печатались газеты «Правда». Некоторые удачные решения достигались буквально методом тика. Все эти хитрости работают и сегодня. И стоимость их гораздо ниже, чем у баночки с неизвестной жижей, который стоит на лавочке в магазинах за 500-800 рублей. Итак, зачем же пивали водили заливают в бак ацетон? Согласно поверьям, это чудо жидкость чуть ли не расход топлива снижает. На самом деле, ацетон известен тем, что незначительно переобогащает топливно-воздушную смесь. Это поможет, если, например, в бак залили плохой бензин. Однако, применять это средство нужно максимально осторожно. Как известно, ацетон – это очень эффективный растворитель. Так что его переизбиток в топливной системе может плохо оказаться на ее целостности. А тем не менее, иногда для профилактики ее можно добавлять к 92-му и 95-му бензинам. К 98-му и так сильно очищен. Так что тут добавлять не рекомендуется. Льют все по-разному, но можно исходить из расчета. Пол литра ацетона на 60 литров топлива. Кроме того, есть мнение, что при систематическом применении ацетона чистятся свечи и форсунки. Но только лить нужно очень осторожно. Ацетон в большом количестве плохо влияет на резиновые прокладки. Постепенно высушивая их и превращая в нечто вроде очень хрупкого пластика. Есть еще умельцы, заливающие бензобак литрами солвента, чтобы почистить мотор и топливную, и выхлопную магистраль. Ну и это как болезнь у некоторых. Некоторые, например, через каждый час чистят уши, а некоторые через каждые 100 метров чистят туфли. В принципе, тот же ацетон полностью неплохо справляется с этой задачей так, как тоже является растворителем. Еще одним широко известным средством является керосин, который до сих пор в ходу у владельцев дизельных автомобилей. Это шикарное средство от замерзания диздоплива. Именно производные керосина содержатся в баночках с надписью «Антигель». В большинстве используется этилен, который получают именно из керосина. Но что будет, если добавить керосин в бензин? Ну, в общем-то, если литься осторожно, то ничего плохого произойти не должно. Правда, у него октальное число около 50, так что детонация в двигателе будет сильная. К тому же, он не очень хорошо отсказывается на целостность катализатора. Поэтому, если и решились, то делать это надо осторожно и редко. Одной из главных проблем при этом станет грязь, примеси и отложения, которые керосин отнимет в бензобаке. Он тяжелее бензина. Весь этот мусор потом отправится в фильтрах и прямо в кервере к сгоранию. Ну и в конце видео хочу попросить подписаться на канал. Ставьте лайк, комментируйте и ставьте палец вверх. Спасибо всем за внимание.